Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы должны понять следующее. Вы не видели мир. Вы видели только его отражение в зеркале вашего ума. Не так ли? Вы не видите мир таким, какой он есть. Вы видите его в зеркале человеческого ума, к какой-то степени искаженным. Если бы вы были кузнечиком, то вы бы видели совершенно другой мир. Если бы вы были другим существом, вы бы видели мир совершенно иначе. Ваше зеркало – это некоторый уровень предубеждений. Среди всех существ Эволюция человека в какой-то степени означает, что ваше зеркало относительно более ровное, чем зеркала в умах других существ. Представьте себе тигра. Я говорю о животном. Тигр смотрел бы на вас так. Завтрак. Обед. Ужин. Он не может думать о чем-то другом. Потому что таково его зеркало. Зеркало его ума показывает ему только пищу. В сравнении с другими существами, зеркало человека более ровное, Но оно может искривиться под влиянием различных отождествлений и предубеждений, которые мы накапливаем в жизни. Если вы чрезмерно отождествляете себя с чем-то, тогда вы не видите вещи такими, какие они есть. Все искажается в вашем уме. Но если поработать над этим, если хорошо отполировать наш ум, он может стать плоским зеркалом, которое отражает все таким, как оно есть. Но в любом случае в зеркале ничего не остается. Если посмотреть в старинное зеркало, которому 200 лет или 500 лет, неважно. Возможно, миллионы разных лиц отражались в этом зеркале, но они не оставили в нем и следа. Потому что зеркало только отражает. Схожим образом ваш ум только отражает то, что в данный момент воспринимает пять органов чувств. Он отражает все. Не обязательно таким, как оно есть, но он отражает все, кроме вас самих. Вы никогда не сможете встать перед зеркалом, потому что вы всегда за ним. Вы никогда не сможете отразиться в зеркале, потому что вы всегда с обратной стороны. Это означает, что вы никогда не воспринимаете мир таким, какой он есть, и никогда не воспринимаете того, кто находится за зеркалом. Целая жизнь проходит в наблюдении за отражением в зеркале, но не оставляет в нем и следа. В этом причина того, почему более 80% людей в момент смерти, если бы вы наблюдали за ними внимательно, бывают растеряны. Потому что, когда настает конец жизни, какой вы ее знали, внезапно приходит осознание, что вы никогда и не жили. Вы еще и не начинали, а вам уже объявили конец. Люди, которые пережили сильные потрясения, не обязательно просветления, а, например, оказались в центре шокирующих событий, войны, перевороты, чрезвычайные ситуации, катастрофы, экстремальные условия, когда было не до размышлений. Все заполняла сплошная драма. Когда зеркало ума разбивалось и происходило нечто большее, какой бы ни была причина, приятной или неприятной, можно заметить, что только такие люди уходят с наслаждением или с болью. Все остальные уходят в растерянности. Даже если человек испытывает физическую боль от болезни или телесной травмы, в последний момент можно заметить эту растерянность, что ничего еще и не начиналось, а уже пора заканчивать. Вы или должны воспринимать творение таким, как оно есть, или должны ощущать того, кто находится за зеркалом. Если обе эти вещи вам недоступны, и все, что вы видели, это отражение в зеркале, то это не жизнь. Они не имеют отношения к жизни. Они не связаны с жизнью. Они просто проходят мимо. Физическая и умственная активность это единственный источник удовлетворения для большинства людей, потому что им неизвестно блаженство их существования. Мы не хотим разбить зеркало. Мы хотим сохранить его. Но мы можем найти способ проникнуть в зеркалье. Сможем? Простейшая и самая стабильная геометрическая форма – это треугольник. Идемте, вы. Снимите темные вещи. Закройте глаза и встаньте лицом к залу. Примите любую позу, меняйте положение рук, замрите ненадолго, а затем поменяйте позу, потом снова замрите и снова поменяйте. Когда он стоит, я хочу, чтобы вы видели не человека, а только геометрическую форму. Попробуйте увидеть, сколько в ней треугольников. Измените позу. Как-нибудь иначе. Просто продолжайте смотреть. Сколько там треугольников? Простой силуэт состоящего человека. Насколько треугольников можно разбить его? Если у вас получается 3,4,5 треугольников, доведите их число до 25. Если увидели 25, пусть их станет 50. Если видите 50, то пусть их станет 500. Постарайтесь представить себе как можно больше треугольников. Продолжайте. Встаньте как-нибудь по-другому. Согнитесь как-нибудь. Хотя бы первый номер на его рукаве вы должны видеть. Хорошо. Спасибо. Неужели вам понравилось представление? Вы должны понимать, что базовая и самая стабильная форма геометрии – это треугольник. Все чакры – это треугольники. Все что угодно вы можете разбить на треугольники. Каждый образ и каждую форму. Глядя на это тело, если вы можете заполнить треугольниками каждый его миллиметр, тогда вы начнете понимать геометрию этой конкретной формы. Если треугольники будут большими, некоторые части тела окажутся отсечены. Да? Если разбить это тело на три треугольника, или пять треугольников, какие-то части окажутся отсечены. Они не впишутся в треугольник. Но при этом в них попадет пустое пространство. Если я захочу полностью разбить его на треугольники, то у меня получится десять миллионов треугольников. Потребуется очень много внимания, чтобы суметь разбить тело на миллионы треугольников. Если вы разобьете его таким образом, технически это необязательно делать именно так, как я говорю. Но в каком-то смысле, только если это произойдет, у вас будет яркое воображение, и когда вы будете что-то себе представлять, оно будет таким же настоящим, как и в реальности. Подобное у вас лучше получится во сне, чем наяву. Если во сне вы видите цветок, или мужчину, или женщину, или слона, или носорога, вы видите его во всех деталях. Во сне у вас получается лучше, чем наяву. Это не хорошо. Если во сне вы водите машину лучше, то вы плохой водитель. Если во сне вы лучший водитель, это означает, что вы ужасный водитель наяву. Не так ли? Это то, что происходит прямо сейчас. Во сне вы способны представить себе что-то во всех деталях. Геометрически вы схватили все правильно, да или нет. Если вы видите ее во сне, такой, как иногда она бывает, когда она вам не нравится, тогда во сне она будет ужасна. Но если она вам очень нравится, то во сне она будет прекрасной, намного лучше, чем наяву. Будет небольшое преувеличение, но не будет геометрического несоответствия, да? Она не потеряет формы. Если прямо сейчас вы захотите ее представить, она потеряет форму. Вы не сможете удержать ее. Это означает, что во сне вы управляете лучше. Нехорошо, не так ли? Это потребует определенной тренировки ума. Возможно, за один-два дня у вас не получится хорошо. Но если заняться этим, если понять, как это происходит, если вы хотя бы поймете сам процесс, вы сможете делать это везде. Вы можете сидеть в своем офисе на работе, но при этом не работать. Но не работать. Не работать. Посмотрите на этот сосуд. Вы можете геометрически разбить его на миллионы частей и собрать обратно. Если вы натренируете свой ум таким образом, он станет таким, что вы сможете потребовать от него все, что угодно. Не спешите требовать одно, второе, третье. К сожалению, это может сработать, но так вы серьезно запутаетесь. Я говорю не о том, чтобы вы создавали то, что вам хочется. Это не про то, чтобы обладать. Это про то, чтобы быть. Сможете придерживаться такой дисциплины? Просто потому, что вы обрели одну способность. Вы не должны требовать. Как называется лотерея с джекпотом, Вадим, миллиард долларов? Пауэрбол, пауэрбол, пауэрбол. Возможно вам что-то и выбудет, или хотя бы посмотрите, как прыгают шарики. Я хочу сказать, что эта способность нужна не для таких целей. Она означает овладеть своим умом, чтобы он позволил вам проникнуть за него, и вы не потратили всю свою жизнь в простом наблюдении за отражением в зеркале ума, а начали испытывать вкус настоящей жизни. Мы уже выполняем практики. Шамбови – это простая и прекрасная практика для этого. Но я уверен, что многие из вас не способны оставаться там, но если мы действительно хотим оставаться там, тогда небольшое владение умом не помешает. Но если вы немного овладеете этим мастерством и начнете думать, что сможете исцелять людей, у вашего друга рак, я уничтожу рак и верну ему здоровье, может быть, у вас и получится. Но вы станете катастрофой для себя и всего мира, потому что это мастерство не должно использоваться таким образом. Это совершенно не то направление. Это нужно для того, чтобы просто предоставить вам доступ к нечто большему в жизни, чем ваш ум. сейчас все, что вы испытываете – это ваш чертово глупый ум. Мысли и эмоции. Мысли и эмоции. Мысли и эмоции. Мысли и эмоции. Это просто отражение в зеркале. У них нет ни ценности, ни глубины. Они двухмерные. Это просто отражение. Вся жизнь проходит в наблюдениях за ее отражением. Не самый лучший способ провести жизнь, не так ли? – это не очередная уловка для мира. Это нечто, что вы делаете внутри себя, чтобы проникнуть за свой ум. Если вы овладеете достаточным мастерством, тогда стоит вам сфокусироваться и откроется отверстие, через которое можно будет пройти. Те из вас, кто придерживается легких путей, должно быть, глотает какие-то таблетки, и тогда это тоже может произойти. Это величайшая проблема. Иногда такое может произойти, но затем вы не сможете оставить проход в уме открытым. И это единственная проблема. У нас другой подход. Вы становитесь настолько утонченными, что проникаете сквозь ум, даже если ум не знает об этом. Чтобы сохранять себя настолько утонченными, требуется много труда. Я начал очень рано. Когда мне было 3,5-4 года, я мог фокусироваться на чем-либо часами. Я не знаю, насколько ваша жизнь стоит подобного внимания. Если вы считаете, что она стоит 1 минуту внимания, тогда 1 минута. Если 1 час, тогда 1 час. Если считаете, что она стоит 1 суток, тогда 1 сутки. У тех, кто наблюдает за отражением ума, ничего не изменится. Вас ждет череда бесконечных циклов, но ничего не изменится, потому что ничто не меняется в зеркалах. Чье бы лицо ни отразилось в зеркале, это никак не отразится на возможностях зеркала. Тот, кто находится за зеркалом, если мы знаем того, кто находится за зеркалом, тогда мы можем изменить все. Тогда мы даже сможем заставить зеркало перевернуться и полностью обратиться вовнутрь.